Добрый уважаемый трейдер! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Ситуация на рынке складывается как нельзя лучше для покупателей доллара, потому что буквально с азиатской сессии текущих торгов американец демонстрирует очень неплохие попытки забраться повыше текущих значений. Не будем каркать с тем, что удалось уверенно закрепиться против йены выше отметки 113 йен за доллар, но все равно этот уровень пока что позади. И учитывая то, что на повестке этой недели у нас несколько выступлений представителей американского регулятора, это не просто отдельно взятые чиновники, это голосующие члены ТРС, мы настраиваемся на то, что риторика будет торить той позиции, которая ранее была озвучена Джанет Ели в позиции, о том, что с процентными ставками уже практически все решено. Есть конкретные таргеты по инфляции, но эти цели уже никак не влияют на решение более жесткого монетарного режима. Я продолжаю обозначать высокий шанс и вероятность того, что ставка в декабре повысит, потому что я каждый день слежу за оценкой, которая присутствует на рынке по данным фьючерсного контракта и в соответствии с этим контрактом FedWatch, который мы совместно с вами анализируем, сейчас вероятность того, что эти изменения произойдут, выше 85 процентов. Не забывайте также о том, что ФРС не так давно нас порадовал еще и долгожданным решением по сокращению баланса. Он стартует как действие, уже как первый этап в этом месяце, поэтому еще одна причина, по которой американская валюта может возвращать ранее утраченные лидерские позиции. Что это значит для риска? Это, безусловно, причина, по которой наши традиционные активы, уже плеяды такого валютного портс-риска, должны снижаться. Но, с другой стороны, если мы будем разбирать ту же самую динамику европейской валюты, мы найдем причины их внутреннего, скажем, толка, почему евро в аутсайдерах, почему европейская валюта испытывает сейчас серьезное давление. Возможно, действительно, более определяющими являются внутренние факторы, учитывая политические темы, о которых мы сегодня поговорим. Но хочется верить в то, что неспроста, опять же, евро снижается. Может быть, европейская валюта не валилась бы так активно, если бы не было вот этой политической темы. Но все равно евро пришлось бы снижаться, потому что на фоне роста доллара другой динамики мы вряд ли могли бы другую динамику видеть, поскольку это было бы странно. Есть определенные причинные и следственные связи. Есть доллар, который задает тренд, влияет на поведение прочих финансовых инструментов и формирует спекулятивное настроение, которое все для каждого трейдера. Нептянка у нас тоже отдельная история. Непт снижается. Уже шестую сессию подряд, но шестой сессией являются текущие торги. Будем рассчитывать на то, что снижение продолжится и мы уверены уже окажемся ниже 55 долларов за баррель. По причинам, из-за которых Нептянка в ауксайдерах, здесь их хоть добавляй. Если вы медведь по этому рынку, можете выбирать из списка, какая из причин, какой из факторов для вас является наиболее интересным и вы считаете, что он работоспособен в плане формирования локального, а может быть и не только локального, долгосрочного тренда, из-за которого нефть будет стоить все ниже и ниже. В частности, в качестве основных причин давлеющего эффекта разгрузки нефтяного рынка можно обозначить нарушение обязательств стран Нижнего Восточного Картроля ОПЕК, обязательств Натистического Пакта. Об этом я сейчас поподробнее, конечно же, поговорю с вами, поскольку это важно. Вторая причина связана с ростом нефтедобычи в США и здесь снова делается колоссальная огромная ставка на сланцевый буст и ускорение сланцевиков. Ну и цифры говорят, что производство нифти увеличивается и даже без этих цифр по приросту еженедельному добыче, кстати, новые данные у нас уже завтра от Администрационной ичечной информации, но у нас до этого есть уже подтверждение соответствующее. Это в виде количества терминалов отчетов Эйкер Хьюлса. Каждую пятницу мы анализируем эти данные. Был локальный бренд, когда количество оснижалось на незначительные цифры, поэтому я вам сразу говорил, не стоит полагать то, что сланцевый бизнес начал постепенно уходить в тень, потому что он более нерентабелен и предприниматели бизнеса не видят больше, скажем, возможности того, чтобы отбивать те инвестиции, которые идут в этом направлении. Нет, была локальная пауза. Я думаю, что подсобрались те, кто хотел все-таки подработать на этом бизнесе. И сейчас, в конечном счете, мы наблюдаем рост количества терминалов. 750 уже такая юбилейная цифра. Я уверяю вас, это еще не потолок до конца этого года. С учетом того, что у нас котировки намного, гораздо выше сейчас, чем уровень, с которым мы стартовали в 2017 год, количество терминалов неугодно будет расти. И здесь логика должна работать, потому что рост терминалов – это причина, по которой производство сланцевой нефти должно расти. Еще один фактор, собственно, снижение для цен – это та тема, которая раньше выступала. Это причина роста цен на нефть и ухода на максимум с последних два года, когда мы было бы поверили в отметку 60 долларов за бренд. Это снижение напряженности касательно относительно темы возможного прекращения остановки транзита. обыска нефти через турецкий форум. Об этом говорило турецкое правительство, в частности, Эрдоган. Сейчас эта тема больше не актуальна, не обсуждается. По крайней мере, каких-либо новостей за неделю новых не произошло. Может быть, это действительно была лишь локальная угроза и ничего больше. Что касается тех моментов и факторов, которые все-таки являются наиболее определяющими. Я начал с того, что у нас есть подтверждение несоблюдения обязательств странами ОПЕК. Это по данным последнего хода рейдерс, которые были открытыми, оказывается, что в прошлом месяце страны ближневосточного картера увеличивали добычу черного золота на 50 тысяч бар лицов. И при этом уровень соблюдения договоренности хода остается примерно на сопоставимых значениях с теми уровнями, которые мы наблюдали несколько месяцев назад. Это в пределах 83-87%. Ну, это явно очень сильно разница с показателем 116%, которых, вы помните, заявляли сами страны ближневосточного картеля. Заявлял сам председатель ОПЕК. Поскольку это данные, которые являются, скажем, базируются на источниках все-таки за пределами ближневосточного картеля, это на основании, собственно, отгрузок, на основании поставок через порты, я больше доверяю этой статистике и считаю, что она абсолютно объективна, она не предвзята и без пристрастна. И скрывать, в принципе, либо приукрашивать нет никакой необходимости. Поэтому показатель выполнения код 86% это более чем реальный показатель. Теперь давайте разберемся, где же произошел вот этот слом и нарушение дисциплины, которая предполагает необходимости соблюдения договоренностей в рамках действия вот этого соглашения ОПЕК по снижению добычи. Здесь разбирать нужно отдельные регионы, отдельные представители ОПЕК, потому что статистика, она говорит сама за себя. Левия увеличила производство на 50 тысяч баррелей в сутки. Произошло это за счет и благодаря тому, что полностью возглавлена работа на крупнейшем месторождении Шарара, которая ранее, скажем, выбыла из главных источников ДОПС Илья из-за очередных выстановлений, которые привели к нарушению работы этой местной локальной нефтяной инфраструктуры. Сейчас эта история уже позади. Производство нефти возвращается к ближним показателям. И здесь я, с вашего позволения, сделаю ремарку, которая указывает на то, что в Левии нефти добывалось гораздо больше, чем они жили сейчас, даже в первых, скажем, месяцах лета. И если сравнивать с средним значением показателями добычи лет и сейчас, то текущая планка по добыче примерно на хоскость 120 тысяч баррелей отстает от того, что вы видели. О чем вы-то говорите? Это значит, что Левия, безусловно, будет стремиться к тому, чтобы выйти на прежние показатели. А если будет, собственно, стремиться к этим органам, значит, мы готовимся с вами, что в этом месяце, в ноябре и, в принципе, до конца 2017 года, производство нефти будет увеличиваться примерно на 40-50 тысяч баррелей в сутки. Рекордсменом, нарушителем, через дефис охарактеризуемый регион Ближнего Востока, это Иран. Во-первых, выросло производство нефти, хотя оно должно было сокращаться на 40 тысяч баррелей в сутки. При этом Ирану принадлежит самый худший показатель по соблюдению договоренности, индивидуальный флот. Можно даже сказать, что Иран как будто бы не знает, что они участники этого энергетического факта и должны снижать добычу, потому что они соответствуют флотам всего лишь на 40-45%. Это крайне мало и очень сильно также контрастирует этот показатель с официальной оценкой, которая была дана самим Ираком, собственно, около месяца назад, когда они говорили, что у нас 100% выполняют на себя обязательства. Дальше за Ираком традиционно нужно называть Иран, здесь за прошлый месяц плюс 20 тысяч, Саудовская Аравия также добавила 20 тысяч и взвешивая, опять же, объединяя все показатели статистические, можно сказать, что ожидания рынка в относительно скорого ребалансирования всего, скажем, сектора черного золота, вот этой секции мирового рынка, они были ошибочны, может быть, все преждевременные. Хорошо, что мы с вами не разделяли эти ожидания, потому что знали, что есть очень много подводных камней и знали, насколько хитры, опять же, отдельные регионы ОПЕК, и насколько они недобросовестны в исполнении тех обязательств, которые были взяты лично ими на себя. Сейчас это все вливается в статистику, в конкретные циклы, они для нас не новости, и я надеюсь, друзья, то, что они для вас там не новости, потому что по-другому и быть не должно, особенно если мы, напомните, когда обозначили риск, связанный с тем, что высокие цены на нефть, в принципе, уже должны охлаждать интерес ОПЕК к сделке и к этим обязательствам, ведь они пытались выйти на копировки в 60 долларов за баррель, но, в принципе, это удалось сделать. Ну, как ни крути, сейчас рынок снова работает с одним главным риском. Это то, что последний скачок цен на нефть станет причиной еще одного века, еще одной волны перепроизводства на всем глобальном рынке черного долга. Этим воспользуются американские сланцевые производители, еще больше усугубив картину с избыточным предложением. Поэтому, друзья, нефть продаем, как у нас и был долгосрочный взгляд, ждем закрепления ниже 55, а думаю, что пора уже готовиться к осенне-зимнему сезону, когда нефтянка будет постепенно смещаться вниз, отыгрывая все вот эти глобальные риски. Нам нужно увидеть цены 50 долларов за баррель. Рубль, собственно, как и ожидалось, давление нефти тут же привело к ослаблению с российского валютного актива. У нас, правда, цели были локальные повыше, 58,5 мы хотели в моменте увидеть, скажем, в рамках первой торговой сессии, учитывая, как активность снижалась нефти. Но 58,03 это все равно тоже лучше, чем было. Думаю, что через 20 минут, когда стартуют торги на российской валютной бирже, рубль покажет еще больше ослабления. И смело можно ориентироваться на прежний показатель 58,50. И если уж нам повезет с вами добраться до отметки 50 долларов за баррель, уж точно курс рубля будет выше 60. Здесь тоже вам нужно принимать решение. Верите ли вы в слабый российский валютный актив? Хотя, наверное, позволю себе ответить на этот вопрос. Конечно же, вы верите. Просто вопрос в другом. На что вы делаете большую ставку? На слабую внутреннеэкономическую конъюнтуру? На цену на нефть? Либо на что-то еще? Чтобы объяснить, по каким причинам российская валюта против доллара должна, может и будет стоить выше 60. Евро против доллара. Как и в начале прошлой недели, когда мы с вами обсуждали выборы в Германии, нашли риски, связанные с тем, что отсутствие и невозможность, несостоятельность партии Меркель по набору необходимого количества большинства голосов, это должно заставить партию Меркель искать поддержку и формировать коалиционное правительство с другими партиями. Это было обозначено нам в качестве первого политического риска. Евро испытывало давление в связи с этим, потому что участники рынка делали ставку на другое. Они рассчитывали на безговорочную победу в Меркель. Этой победы не вышло. Быстрой победы не произошло. Политические риски усилились. После этого мы сместили на фокус внимания на референдум Каталонии по отделению от Испании. Он состоялся, знаете, в эти выходные. Последствия, я думаю, тоже всем известны большинство каталонцев. 90% всех, кто голосовал, проголосовали за эту независимость. Это следствие народного волеизъявления, поскольку результаты референдума были признаны незаконными. Это тоже спровоцировало волну протеста. И правительство вынуждено было гасить эти локальные чеки применением, собственно, и задействованием локальных силовых структур. И вы знаете, что вследствие этих стычек, столкновений пострадало больше 800 человек. Это крайне негативный прецедент для Еврозоны. Вообще, сейчас политическая тема для ЕС, это крайне неприятная тема, которая явно указывает на то, что очень серьезное настроение на внутренних рынках ЕС, ТРА, регионах не изменились. Эти настроения являются уже причиной локальных референдумов. Я думаю, то, что автономия в Каталонии все-таки удастся и будет необходимо признаться, поскольку большинство проголосовало за это, наверное, идти против мнения населения будет неправильно учитывать эти первоочередные, самые главные демократические ценности свободы воли и воли ее явления. Ну, будем следить за развитием событий касательно данной темы. Вы сами прекрасно видите то, что евро, из-за этого бросается, скажем, такую дрожь, европейская валюта теряет пункт за пунктом и сейчас котировка уже на отметке 1.17, то есть больше 50 пунктов мы потеряли в паре евро-доллар за прошедшие торговые сутки. Возможно, поддержка 1.17 также не устает и будем снижаться еще ниже. В идеале бы это до конца этого года цель максимум. Считаю, что если нам удастся выбраться в поддержку 1.15, потому что если мы окажемся рядом с этой планкой, я думаю, что можно будет уже окончательно поставить крест на какие-либо более-менее высокие ценовые перспективы евро. Ведь дело будет уже пахнуть не локальной коррекцией, а полноценным разворотом, который базируется и на политических факторах, и на факторах, связанных с монетарной политикой. Я, собственно, обращаю ваше внимание снова на вчерашний комментарий Питера Брата, который в очередной раз высказался о проблемах, связанных с крайне низкой инфляцией. То, что инфляция остается сдержанной из коррекции и картины не имеются в ближайшие полтора года. И не буду сейчас снова делать за вас вывод о том, что это значит. Полагаю, что все вы прекрасно понимаете, что это основная причина, по которой нужно дальше родить за сверхмягкую экономическую политику и за дальнейшую слабость евро. Доллар японская иена. Вот, собственно, брифинг мы начали как раз с этой валютной пары. Часто я опозначил некоторые причины роста доллара. Сюда стоит еще добавить и налоговую реформу на Трампа. Стоит коснуться еще и вчерашнего индекса Танкан японского, которое является свидетельством бизнеса, оптимизма и уверенности в перспективах функциональной экономики на десятилетнем максимуме, по сути, этот индикатор. И вы скажете, ну, если статистика на таком хорошем уровне, разве японская иена не должна была резко окрепнуть? Здесь другая логика, друзья. Поскольку у нас на повестке очередные выборы, ну, не то чтобы очередные выборы, собственно, в Японии, я думаю то, что действующий премьер-министр Синза Аббек, конечно же, будет использовать сам факт улучшения внутренней статистической экономической календуры как доказательство того, что работают прежние экономические стимулы. Поэтому уверен то, что партия снова, партия власти таковой и останется. Если удастся сделать акцент на то, что текущие показатели это следствие, опять же, тоже без децидентных стимулов 80 триллионов ген в год, которые задействованы были банками Японии и до сих пор принимаются, значит, очень долгое время, ну, на ближайшие 2-3 года мы с вами будем дальше работать с мягкой экономической политикой японского регулятора. Поэтому на это уже делается изначальная ставка, потому что Банк Японии не сохранит программу количественного смягчения и прежние показатели по таргетированию доходности облигаций и сверхнизкий процентный став. И то же, как ситуация с евро, когда я акцентирую ваше внимание на контрасте монетарных политик, здесь то же самое. Если Япония сохраняет мягкий подход, то ФРС, как вы знаете, регулятор, который идет по тропе более высоких процентных ставок. Это долгосрочный, крайне долгосрочный фактор поддержки для доллара и японской гены, но и локальных причин тоже хватает. Локальные причины статистика, индекс разгона инфляции АСМ вчера 71,5-62, индекс активности в производственном секторе 60,8-58,8, это многомесячные максимумы. Снова немножечко подросла вероятность повышения процента ставки. Впереди Non-Farm Parallels. Не забывайте, что мы изначально ждем слабые цифры, потому что они будут рождать последствия ураганов. И не собираемся, скажем, впадать в какую-то панику и тут же делать абсолютно неправильный вывод о том, что если количество новых рабочих мест окажется в районе 78 тысяч, это значит то, что сектор труда замедлился и экономика снова демонстрирует при этой слабости. Нет. Этих выводов не будет, поэтому вы заранее настраиваетесь на возможность покупки, наверное, при любом сценарии. какой бы отчет мы не увидели. А если чудом повезет нам увидеть количество новых рабочих мест свыше 100 тысяч, то точно доллар должен будет отреагировать соответствующей бодростью. Функт против доллара тоже один из наиболее интересных инструментов сейчас. Несмотря на то, что куча сейчас причин, по которым функт можно активно продавать, может быть кто-то это уже сделал и при этом заработал. Молодцы. Я все-таки на пункте, как вы помните, очень сильно обжегся, когда произошло вот это ралли, буквально стремительно, за несколько торговых сессий, можно сказать за два дня, две недели назад уже, четверг-пятница ралли на полтысячи пунктов, вопреки всем предпосылкам, которые присутствовали. Можно, конечно, сказать, что это ралли уже прошло на нет, я пока не ручаюсь за то, что мы не увидим больше восходящего движения. Особенно, если вспомнить причины этого роста и то, что эти причины еще не достигнуты. Поэтому в любой момент разворот может произойти. Это не значит, что не нужно спекулировать парой фунт-доллар. Если вы верите и глубоко убеждены в том, что текущие фундаментальные причины будут логично отыгрываться рынком и дальше, то вам нужно ставить на продажу. Я пока от этой сделки воздержусь, так же, как воздерживаюсь от торговли пары доллар-каналец. А вот что касается причин, почему фунт можно продавать, их много, действительно. Это и провальный четвертый рамок переговоров, который прошел главный переговорщик Мишель Баральке еще в конце прошлой недели сообщил о том, что по трем ключевым вопросам ни по одному из них конфронисса не найдено. До сих пор не ясно, какого ли в их питании участвовать в вопросах финансирования и финансирования программ европейских. До сих пор не ясно все-таки признает ли Великобритания генедикцию европейского суда по правам человека на своей территории и так далее. Это, разумеется, то, что усиливает скепсис по поводу реализации споры, реализации основных положений дорожной карты, пресса, выхода из состава Европейского Союза. Но, с другой стороны, мы и раньше не видели особого позитива в этом, поэтому это, конечно же, причина, по которой фунт можно продавать. Семь вчера на переговорах состоится относительно не спорно. Примерно, по-моему, 19 и 20 октября. До этого у нас будет куча статистики, тем более, что статистика продолжает разочаровать. Это слабый показатель ВУП на прошлой неделе. Это старт этой недели с активностью в производственном секторе 55,9,56,9. Серьезное снижение. Думаю, что сегодня строительство тоже будет в кратной зоне, а если есть сфера успеха, то после этого будет хуже прогнозы дорожного значения. Будем готовиться к еще большему экономическому спаду. И вот вам причина, по которой фунт можно продавать еще и на основании статистики. По австралийцу процентная ставка сегодня несколько часов назад в 6,30 стояло заседание, полтора процента без изменений. Австралийц акт не снижается. Я надеюсь, что вы знаете, почему это происходит. Да потому что резервный банк Австралия в очередной раз сделал акцент на то, что больше всего, чего они хотят сейчас видеть, это дорогую валюту, дорогого австралийца. Мы, конечно же, далеко отошли уже от сопротивления 0,8. Сейчас котировки 0,77,98. Друзья, я считаю, что если хотите еще немножечко рискнуть, рассчитываю, что ралли будет продолжено, начинать уже фиксировать результаты сделки на отметке 0,77,50. Хотя можно было бы частично выйти из короткой позиции уже на уровне 0,78. Это все равно больше 200 пунктов по коррекции. Если хотите еще поддержать, скажем, позицию селл, я вас в этом начинании поддерживаю, потому что думаю, при развитии дальнейшего понижательного ралли, тем более, что есть причины для этого, пара может быть и в район 0,75. По новозеландскому, как вы понимаете, такой же расклад. Сейчас курс новозеландской валюты 0,71,60. Наша ближайшая цель 0,71. Доллар в Канаде цепляется за сопротивление 1,25. Пока действительно все на руку того, что доминировали обыки. Нет снижается, доллар растет. Но здесь есть еще третья составляющая, которая может стать темной лошадкой. Это то, что произойдет с канадцем и как он реагирует на изменение взглядов национальной монетарной политики. Не хочу опять же встать на те же самые грабли, что и раньше, позволив опять же поверить, что ставки и намеков на жесткую монетарную политику мы больше не услышим до конца этого года. Поэтому держусь в стороне. Рекомендую вам тоже сейчас не проявлять особой активности. Но если хотите поспекулировать и видите, тоже все отличия для роста этой валюты пары, так же как и для снижения пары фондозов, можно небольшим объемом щупать сделки с короткими стопами. СНП очередная перепись исторического максимума. Здесь только стоит констатировать уровень 2529. Но вы понимаете, какую рекомендацию я могу дать, потому что все равно считаю, что эта секция до такой степени уже перекуплена, что даже смешно сейчас видеть, как этот актив переписывает исторические максимумы на том фундаменте, с которым мы работаем. Потому что есть позитивные, конечно же, сдвиги. Но эти сдвиги позитивны больше для доллара, нежели чем для фондовой секции. Ну и потом, если американская фонда растет на налоговой реформе, все-таки она еще не реализована. Есть тоже явный прогресс, но эта реформа еще далека, к сожалению, до конечных стадий своей реализации. Если все-таки налоговую реформу протащат и ставки действительно снизить в тех пропорциях, которые уже было обозначено, тогда я первым скажу, друзья, на американском фондовом рынке можно еще поднимать сливки и на гораздо более высоких ценах значить, но пока сказать этого не могу. Сегодня в 11.30 строительство сектора активности в Англии. Ждем слабого показателя в 12.00 индекс центра звонителей. Еще один предвестник и предвосвещающий индикатор будущей инфляции. В еврозоне в 23.30 статистика по запасам. Завтра обо всем этом, разумеется, поговорим. Конкретные долгосрочные ценовые ориентиры у нас остаются прежними. Вы знаете, куда рынок стремится и о чем он сейчас воздевает, и чем он движет. Поэтому остается пожелать вам хорошей торговой сессии. Соответственно, если есть вопросы, не забывайте, что их можно оставлять на канале на YouTube и на форуме о маркетинге. С удовольствием на все из них отмечу. Те, кто еще не подписался на канал, пожалуйста, сделайте это. Канал, на мой взгляд, крайне интересен. И там можно найти контент совершенно разного характера. По рынку форексы, по фондовым активам и по рынку криптовалют, который является сейчас самым настоящим трендом. Не пропускайте видео. Тоже, скажем, не забывайте про возможности общения, обсуждения какого-то вопроса, который интересует вас. Ну и, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, большие пальцы. Всего доброго. До свидания.